Уже сегодня в парикмахерских городах вновь зазвучали ножницы, машинки для стрижки, волос и фены. Среди желающих обновить прическу много как женщин, так и мужчин. И теперь они наконец-то могут это сделать. 16 мая произошло долгожданное событие для ахтубинцев – переход к первому этапу снятия ограничений. В его рамках возобновляется работа непродовольственных магазинов, салонов красоты и парикмахерских. Однако есть некоторые нюансы. Теперь действуют ограничения на площади открываемых объектов и предельное количество лиц, которые могут единовременно находиться в зале. И на этом рекомендации Роспотребнадзора не заканчиваются. В чем особенность этих рекомендаций? Во-первых, то, что перед открытием все парикмахерские обязательно должны провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Иметь непосредственно запас пятидневных этих средств и средств защиты. То есть все работники парикмахерских и салонов должны быть одеты. Соответственно, это пижама, медицинский халат, маска, перчатки, шапочка. Все это меняется каждые три часа в течение смены. И если это многоразовое использование предмета, то они должны обрабатываться, стираться в конце рабочей смены, либо по договору с любой прачечной, либо химческой. Или если есть возможность парикмахерской, имеется своя машинка, то стираются на рабочем месте. Ни в коем случае это не забирается домой и не стирается там. Также устанавливаются фильтры, входящие для работников парикмахерских. Ежедневная темпераметрия. Временное ограничение для работы в парикмахерских и салонах красоты. Это для лиц старше 65 лет и беременных. Что касается посетителей, то здесь, значит, у нас обязательно работа идет только по записи. Интервал между приемами клиентов должен быть не менее 20 минут, чтобы за это время могли провести уборку влажную, дезинфекции. Расстояние соблюдаться между креслами, это не менее полутора метров. И наличие бактерицидного облучателя с паспортом, который разрешает проводить обработку воздуха в присутствии клиента. Список рекомендаций действительно немаленький, поэтому наша съемочная группа решила убедиться в их исполнении самостоятельно. В этом салоне до изоляции стригли всех желающих и по записи в порядке живой очереди. Из-за новых требований упор на предварительную запись по телефону. В помещении два человека, клиент и мастер. До пандемии мы работали и по записи, и по очередности работал зал, мы с девочкой работали. В связи с пандемией, конечно, пришлось нам сидеть дома, не работать, естественно. Но так как сейчас разрешили, естественно, применяем меры предосторожности, то есть масочный режим обязательно, очередность не скапливаем людей. Бактерицидные средства, то есть обработка антисептиком, руки. Проводим уборки, дезинфекцию, естественно, материалов, всех инструментов. Но в таком режиме начинаем работать, будем потихонечку работать. Теперь засидевшиеся дома ахтубинцы, которые хотят привести себя в порядок, смогут наконец-то это сделать. Только опять же стоит помнить, что все парикмахерские работают с ограничениями. Минимум людей, максимум защиты. И одним из главных условий остается соблюдение всех мер предосторожности. Ксения Маслова, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин, Владимир Татаринов. Ахтубинск ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok